добрый день дорогие друзья приветствую вас в джем отель мы сегодня находимся большому сожалению трансляция не состоялась а так хотелось и планировалось но я забыл дома телефон поэтому будем сегодня записывать видео с прогулкой по джем отель это тоже хорошо смотрите здесь какой бассейн реконструкция идет этого водоемчика чтобы летний сезон работал для вас в общем объеме практически весь гостевой проезд уже работает все точки открыты и не хватает здесь только вас чтобы приехали welcome на джем отель сегодня у нас до 26 27 на солнце а если брать температуру в тени то градусов 20-21 листовой проезд довольно таки популярное место он так и называется гостевой проезд пересечении с пионерским проспектом приехать можно 128 либо 140 маршрутки в этом году здесь много изменений там смотрите как красиво цветут глициния по центру кадра столовых я пока не вижу чтоб тут она открывалась но торговые ряды работают во все правой стороны дворянское гнездо в этом году на реконструкцию пойдем посмотрим что по фруктам и овощам вообще есть уже ребята открылись и работают здравствуйте можете посмотреть на цены то есть такой большой лоток за 600 такой за 500 такая вот по 300 поменьше клубника 350 лексики еще по 300 клубничка причем клубничка разная продается и фруктов еще все огурцы по 150 человечки и по 200 помидорчики есть потихоньку ассортимент будет увеличиваться так что не переживайте просто сейчас фруктов еще мало и людей не так уж и много здесь видите какая реконструкция произошла ребята то есть поменяли внешний облик посмотрим как там дальше будет происходить здесь мы видим с вами что торговые ряды уже по открывались полностью все довольно таки живо выглядит весь гостевой проезд надо живее чем даже в анапе людей тоже в принципе много ходит туда-обратно это на самом деле радует аптека перерыв написано 10 минут на думаю да нечем откроется и люди варом веселый оживленные так где привычно бац и все лето началось живость меня конечно привлекает там с той стороны уже свежая выпечка ребят продается крупные овощи еще один лоточек тут пока с ценниками напряженка пока нет и есть вот клубника подписанная красота и движение дальше ребята кто спрашивал что с динамо динамо 1 динамо 2 каких-то глобальных изменений не вижу местно частично тут снесли ралеты сделали сюда заезд и собственно на этом все изменю даже еще не все листики повылазили а вот на торговля здесь идет в полном объеме не интересно в каком месте в этом году будет всего больше отдыхающих на курортах потому что у меня по ощущениям кажется что в джемоте будет прям побит рекорд если сейчас здесь столько людей то что же будет летом хотя даже если взять анапу мы вчера тоже были сами удивлены на первом дне фестиваля вина сколько уже люди приехал у нас впереди ждут большие изменения кто давно не смотрел гостевой проезд вас сейчас очень сильно удивит белый лебедь скайбридж гостевые дома находятся перед самым пляжами туда еще перед ними динамо здесь что-то не поспешили открываться нигде кстати нету что сдается в аренду так что думаю все торговые точки уже в работе на самое такое продаваемое место подходим к морю тут начинает продувать ветер знаете сколько машин стоит то есть то все люди уже приехали думаю что на отдых красотища кофе точно продают тут круглогодичная . отработала благодаря тому что здесь были резинцы продолжила работу уже летний сезон здесь у нас администрация заявляла о том что посносили как раз таки те места перед дюнами которые были застроены и там теперь мы видим проход прям прямой пустота и красота впереди ну какие-то работы ведутся посмотрим что тут с правой стороны происходит с левой стороны мне как минимум это интересно здесь должно быть столовая которая всегда открывалась но в этом году не спешит она начать свою работу здесь кстати были столбы если помните даже с бетона и их снесли то есть остался только забор а эти роли это я не знаю будут дальше с носителя вот так вот все и останется в таком формате мужик приустал не матерись а то точно будет в ютубе хорошо бы лица не видели ладно там юра прославился дюны выгребли опять мы видим оголенные корни деревьев ребята по полной с этой стороны ничего не пострадало тут вот расширились так расширились эти деревья даже падать начали такие глобальные изменения на проходе к морю много людей подписчики пошли это очень приятно двигаемся дальше спасибо всем кто смотрит всем кто подписывается всем кто делает репосты вы капитальные красавцы и это очень приятно здесь я смотрю на пляжах началась тоже подготовка честно не понимаю зачем сносить постоянно дюны хоть убей здесь некуда силы девать в общем вот знаете что сделали мусор полыбирали на дюнах посмотрите какой-то свинарник с правой стороны все жуть жутко в первом мае все пляжи будут готовы строительным мусором усыпаны дюны джиматы и всяким пластиком на гостевом проезде включил это кто-то сюда специально что-ли привез вот это расчищали сюда выкинули и сюда выкинули и получился вот такой вот звездец местного разлива жутко что раз когда ходил здесь снимал видео всегда любил подниматься в это место сейчас иду под ногами мусор проваливать и показывать здесь такой вид сверху как она сейчас здесь все выглядит молодежь гуляет здесь выставляют уже пляжики с левой стороны территорию загонов разметили здесь общественный пляж находится туалет и оттуда дальше проходите ребята вообще свободные пространства великолепные места для отдыха кстати пошла небольшая волна мужчина купающийся тоже хорошо медленно заходящий в море водичка в принципе теплая чем не купаться то есть эта волна сейчас выплюнет все водоросли которые были на берегу и будет у нас вообще красота хотя сейчас я досмотрю на море здесь в этих местах водоросли не вижу в общем дюны меня тут честно расстроили купающийся мужчина пора было смотрите как он такая хрень просто ужасная находка примут сам чуть не наступил как не хочется даже хотеть ходить в таком бы как я сейчас иду но приходится потому что жуткая ситуация происходит у нас мусор здесь как вы видите на всем проезде мы не нашли из года в год происходит столько столько предпринимателей которых администрация может просто по щелчку пальца обязать и все бы работало но большому сожалению этого не делать либо по-своему не хотим либо еще по какому-то нежеланию мы получаем то что получаем мусор на пляжах украшивают конструкции в общем по максимуму готовится к сезону чтобы уже заработала все и пляжи были готовы с той стороны смотрите уже отдых идет то есть там люди на шезлонках я получается мужчина наблюдал как раз вот именно с того пляжа тут заканчивается забором ну а дальше уже территория свободна сказать для вашего с нами пользования и постепенно эрагий выставляются что там с морщиком интересно сегодня видите вот как я говорил шторм начался зеленые водоросли повыкидывала на берег вода благодаря им почистилась кстати девушка идет то с мокрыми волосами и с вторая также значит купались в море молодцы ходили в переодевалочку просто переодеться кстати увидел мусорки сейчас мы до них тоже дойдем давайте сначала к морю морюшка привет водичка не так сказать на контрасте честно прохладная но зелени нет какие-то там кусочки водоросли присутствуют потому что море живое это обязательно должно быть и все остальное уже выплюнуто на берег так что тех кто переживал что в анапе за целом море сегодняшнее видео смотрел честно с юмбором и иронией его записывал понимал просто надо посмеяться над этой темой потому что я видел прогноз на ветер какой будет и вот вам пожалуйста все друзья больше водорослей здесь мимо все меняется вот так вот сегодня есть завтра нет сидите подписано пляж общественного пользования лагуна сможете все пользоваться и здесь есть мусорки их еще не выставили ну дальнейшем они тут появятся это хорошо потому что можем дойти и стеклышко отправить туда кстати не один люди молодцы кто доходит и и находят эти мусорки выбрасывая туда всю грязь которую не приносят с собой ну вот так вот сейчас выглядят наши пляжи я думаю что стоит немножечко пролететь посмотреть а потом уже пойти искупаться грязь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Может быть, не очень, но как раз-таки прикольно им прийти и так обернуться. Знаете, как на матрас такой наступаешь. Ощущения крутые. Здесь на пляже можно увидеть загорающих людей, отдыхающих людей. В общем, идиллия такая морского отдыха. Причем и дети есть, и в возрасте люди. Сейчас мимо меня проходило семейство. Там очень много-много-много-много детей. Прямо такие веселые все. Главное, мамы в куртках, дети в труселях. И давайте последний взгляд на Анапу в ту сторону. Говорим до свидания и отправляемся через кривой проход. Здесь мы тоже видим, что сделали здесь проран между дюн. Здесь выставляют тоже навесы. А я продолжаю завидовать тому кайтеру, который в море катается. Как же тянет. Вот лиман все равно, это, конечно, тренировки хорошие, но немножечко не то, чего хотелось бы. Потому что море, это то, ради чего я, в принципе, учился на кайте кататься. Дюны уже полностью оделись в зеленые наряды. Теперь они не выглядят такими безжизненными. Ну, кстати, как классно. Можно прийти, сесть на дюны и говорить по телефону. Только если вы приходите, прибухнули, забирайте мусор с собой, ребят. Ну, прям очень некрасиво видеть вот такие вот артефакты. Вроде аккуратно положили, но не в мусорку. Мусорок нет, но это не говорит о том, что надо становиться свиньями. Бросил мусор, хрюкни. Нравятся мне такие вот лозунги. Зелень, красота. Скоро зацветут вообще эти деревья. Хотя, смотрите, вот тут прорыли. Видите, корневую систему повредили. И бац, листья пожухли. То есть это дерево уже погибшее. Ну, зато кому-то легче будет ходить на берег моря без бугорка. Вот не понимая дегенератов вот этих всех, которые про раны эти постоянно делают. Тем более, еще раз говорю. Например, ладно, я там, может, не имею образования, да, такого, которое могу завидеть. Но у нас администрация города в году так десятом заказывала у наших ученых. Как раз-таки исследования на тему наших дюн. Как их можно повыгоднее продать. Они им сказали, что у них даже дышать нельзя. Не то, что там их копать. Ходить желательно. Можно устраивать на сваях, так сказать, мостики, чтобы не повреждать их. Ну, копают, роют, делают все, что хочешь и не хочешь. Интересно так получилось. Так тут надо будет еще и перепрыгивать. То есть, приезжая отдыхать в какой-нибудь элитный отель, курортный, Олимп, вы будете прыгать через трубы, проходя на море. Балиссимо. Я думаю, вы как раз-таки об этом мечтали. Здесь, правда, шикарные места для отдыха, представьте, да. Но вот эти вот заборы подбешивают. Я думаю, что ни одного меня. Настила здесь еще не сделали. Но зато повылазила зелень. И здесь стало действительно гораздо красивее. Как вам? Пишите. Нравится, не нравится? Как выглядит проход такой нашей действительности? Даже камеры поставили. Не дай бог. Видится, что тут ничего не делали. Вдруг ищите забор снести наше отдыхающее. На встречу нам идут. Красота. Вот видите, частично все эти надписи посмывались. Уже, ну, не переживайте. В 23-м году напишут новые. Ну вот, проскочили. Проход между заборов. Добедного отдыха. В Анапе. Все. О, на пляж. Чтобы не свернули. Куда-то не туда. Я смотрю, что полностью идет перестроение на территории. Сносят старые домики. Да, действительно, с ребятами во время ПАТО общался. Они говорят, что мы только взяли. Будут у нас глобальные изменения. И действительно, они там происходят. Можете посмотреть. Мне не особо видно, потому что забор мешает. Но вы, я думаю, разглядите. Ни одной торговой точки не осталось. То есть все снесли полностью. Ну, было классно, чтобы они здесь больше не появлялись. А сделали что-то красивое. Для людей хоть раз бы в жизни, да? Было прикольно. Как говорится, вы верьте, надеетесь. И может быть, когда-нибудь случится. Зеленые тополя. Я вот говорю, у нас всегда, знаете, так чпок. И все уже зеленое и красивое. Резко это происходит. Даже не успеваешь замечать, когда. Породь бы ходишь, ждешь, ждешь, ждешь. Это зелень. Потом вот уже все зеленое. Ты к этому привык. Уже не начинаешь, не обращать внимания. Уже тополиный пух. Ох, жара июль там поется в песне. Май. Середина. Пожалуйста, уже все в тополином пухе. Движение продолжаем, чтобы вам все показать. Потому что дорожки-то всем знакомые. Просто параллельно по чуть-чуть снимаю для нашего телеграм-канала. Смотрите, ребятки. Телега наша выглядит вот так вот. Море. Море Оз. Подписывайтесь. Есть у нас еще один канал, который был создан специально для того, чтобы, если вдруг вы хотите получать оповещение на нашей трансляции, там все видео, которые приходят, потому что YouTube их не всем отправляет. И, к большому сожалению, у меня такое большое количество подписчиков на канале, мы не видим их на трансляциях. Поэтому, если есть желание, то набирайте Юрия Озаровскина или просто Озаровски в поиске и добавляйтесь в наш канал в телеге для оповещений. Будем вас там рады видеть. Здесь у нас с левой стороны дюны золотые, въезд центральный. Находятся там у них домики интересные, тоже первая береговая. Тут Лукоморье расположена. База здесь пока даже не пытаются открыться. Обычно они тоже пораньше открывались. Вроде бы люди есть, но в этом году, я так понимаю, предприниматели не особо спешат. Ну, ничего страстного. Как говорится, увидимся с ними чуть попозже. То есть, выглядит тот канал, о котором я говорю. Вот оно, название. Озаровский в телеграме добавляйтесь. Также ВКонтакте, Яндекс, Дзен. Везде Юрий Озаровский. Буду благодарен за вашу подписочку. Для вас снимаю, показываю. И надеюсь, что вам сверхполезно это все. В прошлое видео у нас все так же еще тысячу лайков не насобирало. Ну, поэтому не спешу снимать новые отели. Раз вам они нафиг не нужны, то и мне тоже. Ну, подумаешь, не заработаю, не страшно. Ой, аромат. Ай, аромат. Ай, аромат. Как вкусно это пахнет и прекрасно. Выходим на Пионерский проспект. То, о чем я вам говорил. Смотрите, здесь у нас с левой стороны находится... Кстати, еще семейная пара пошли через проход туда к морю. Пансенат Веста. Мы проходили. Я, кстати, название не озвучил. Прошу прощения. С левой стороны Фея 3. Туда у нас вот курортный отель Олимп. А здесь у нас Олимпийская деревня называется. Видите, все ребята ходят через этот кривой проход. Самый стрёмный проход к морю в Анапе. Здесь пока еще не вижу открывания новых мест. Вот, шаверма работает или нет. Сейчас посмотрим. Все чистенько, в принципе, убрано. Единственный косяк, нет скамейки, мусорок. То есть, все не для людей. Вот, можно купить еды. Разные вкусняшки продаются. Магазин работает. И Олимп, кстати, особенно майские праздники вообще был битком забит. То есть, даже феи, которые там машины стоят, это все машины с Олимпа были. Еще один магазин. То есть, магазинов на магазинах здесь очень много. Кстати, Олимп, курортный отель, есть на обзоре. И он у меня вкупе с вот этой виллой Валерия снят. Так как он работает вместе, так сказать, с ней. Какая красота. Вот, всегда хожу, мне вот эти домики так нравятся. Так сказать, симпатичная территория у них. Красиво. Галлицинное место винограда. Создает тень. Кажется, красота. Что еще надо? Магазинчик еще один. Не знаю даже. И туда требуется продавец. Те, кто хотят найти работу, приезжайте. Требуется здесь сейчас везде. В каждом буквальном магазинчике можно подыскать себе работу на сезон. Здесь кафешка еще не выставилась, которая работает. То это место. И, кстати, еще не знаю, что будет в этом году с нашей любимой секретной столовой. Пока информацию мне не подкидывали. Но будем надеяться, что в будущем она появится. Я вам ее тоже озвучу. Жалко, конечно. Что сегодня я так забыл телефончик. Но с другой стороны. Зато мы сделали пролет над пляжами большой. Искупались в море. Посмотрели, что там под водой. То есть более информативный видеосюжет у нас получился. Ну, как говорится, как есть, так есть. Солу. Копчености разнообразные продают. Аромат, конечно, оттуда пошел просто. Вау. До сих пор я прям по ветру иду и чувствую, так захотелось копченого сала. Ну, что мы, дорогие. Подходим мы обратно к гостевому постепенно. Здесь еще несколько торговых рядов. Но вот единственный минус сегодняшней прогулки. Мы не увидели ни одной новой открывшейся столовой. То есть еще не работают ребята. Хотя, если вы приедете, придется искать места, где самим готовить. Хотя уже, я думаю, середина мая пора чем-то было тут открыться, чтобы людей кормить. Там в центре есть некоторые заведения, которые работают. Но именно столовых я, по-моему, еще не в курсе. Первый проезд на днях мы тоже снимем. Посмотрим, как там все выглядит. Все. Я вернулся до машины. Всех вас крепко обнимаю. Не прощаюсь, потому что дальше. Купание в море. Ну, а потом просто море, друзья мои. Мои дорогие друзья, я вас приглашаю сегодня с собой скупаться в море. Тем более, море очень теплое. Долго настраивался, расстраивался. Забыл сегодня приногу для камеры, короче. Что-то я сегодня как это, забывчивый такой. Не знаю, то ли на фестивале вина надышался, то ли еще что. Все это, видите, вот это камка, трава, водоросля. Ну, ее сейчас проносит вдоль берега и, скорее всего, прибьет куда-нибудь туда к центральному пляжу, потому что очень много. Кстати, вот слабенький ветер, но там вот катается кайтер на волнах. Я ему прям завидую. Надо худеть сильнее, быстрее, чтобы позволяли мои кайты меня катать по такому ветру. Хотя, честно, вот когда ветер слабый и нету волн на море, наверное, такого удовольствия не испытываешь. Потому что глубина большая, а попрыгать не на чем. Такой возьми, кажется, ветру лучше в Лимане откататься. Ну что, ребят, я уже зашел по то самое место, у которого начинаются самые интересные эмоции при захождении в море. Я думаю, что после купания еще с вами пройдемся через кривой проход. Ладно, за вас, за всех, ребята, приезжайте, отдыхайте. До водорослей доплыл. Вот это кайф. Потому что вода вообще реально теплая, не хочется выходить. И самое интересное, что обычно, знаете, водичка вот снизу холодная, а сейчас прослойка воды сверху холодная. То есть ее с глубины приносит тогда к нам. А вот снизу вода прям очень теплая. Очень классная. Так что нам поближе к берегу в Бас. Однозначно лайк. Ребята, приезжайте, отдыхайте. Ну а мы можем с вами потихонечку выходить из водички. Записал ваше видео для телеграмма вертикальная. Красота, слышите. Прям удовольствие получен на Марсе. Очень красивые виды там вот на дюны. Девушки прекрасные загорают в бикини. Все как вы любите, мужчины. Забирайтесь, приезжайте. Буду вам очень-очень рад. Будет море для вас у всех. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...